Дыхательная практика, которую я сейчас покажу, будет полезна абсолютно всем людям без исключения, независимо от того, занимаетесь вы каким-либо видом физической активности или нет, в любом случае это даст вам море плюсов. Она абсолютно не имеет противопоказаний, подходит людям даже с тяжелыми хроническими болезнями и также будет полезна для людей абсолютно здоровых, имеющих какие-то высокие достижения в спорте. Очень классно влияет как на психику, так и на ваше физическое состояние за счет того, что снимает спазмы и расширяет сосуды, все слышали о том, как вредные спазмы, зажимы, блоки, это перетекает все в психосоматику, вырастает в длинную философию, в психологию, потом вы начинаете копаться в детских травмах, пытаясь как-то их залечить и проработать. Эта простая штука дает вам облегчение и конкретный результат сразу, но подходит она только для людей действия. Изначально я планировал эту практику сделать таким закрытым видеороликом, чтобы не отвечать на кучу вопросов самых разнообразных скептиков, вот как бывает, дашь какой-то классный материал, бесплатный доступ, потом начинается, приползают разные в комментариях и вот я с тобой не согласен, а это не тут, а это не так, да ну как это такая простая штука, может давать такие классные результаты, да ну. И вот с такими людьми вообще не хочется ничего снимать, поэтому если вы из числа скептиков просто пройдите мимо. Те люди, которые хотят получить классный результат и получать его постоянно, просто делайте. Прежде всего это видео я записываю для своих клиентов, которые не задают лишних вопросов, а просто делают эту дыхательную практику и я буду включать в их программы тренировок. Вкратце я объясню, как это работает и дальше мы будем делать, потому что не сделав, вы никогда не почувствуете результат. Те люди, которые ищут какие-то многообещающие сложные техники, которые кажутся супер классными, они всегда проходят мимо чего-то простого, а как правило простые вещи оказываются самыми классными и эффективными. К тому же, если вы будете делать это постоянно, то сложные вещи, вы от них отказываетесь, потому что их трудно выполнять. Простые вещи выполнять легко и вы их регулярно делаете. Суть этой практики состоит в том, чтобы длительное время, от 15 минут и дольше, поддерживать низкий уровень кислорода и высокий уровень СО2 в своей крови. Таким образом, расширяются сосуды, улучшается функциональность ваших легких, ваш организм более эффективно использует кислород и происходят очень крутые изменения и с психикой, и со всем вашим организмом. Можно очень долго описывать, какие плюсы дает дыхательная практика, но это давно уже используется и в медицине с самых древних времен, сейчас это используется в современной реабилитации. Дыхательные практики включаются в учебники по реабилитации, дыхательные практики используются спортсменами и пловцами, и борцами, и боксерами, и легкоатлетами. Если кто-то думает, что лишать себя кислорода, вернее не лишать, а скажем так урезать дозировки кислорода для своего организма это вредно, то это и не вредно. Проведено множество исследований на людях разного возраста и на больных, и на здоровых, и на совсем здоровых, и не выявлено никаких нарушений в их самочувствии, в функциональности их органов, выявлены только плюсы. Итак, начинаем. Первое, что нам нужно сделать, это взять секундомер, либо секундомер должен быть, вот у меня есть он в руке, а у вас он может быть, к примеру, на телефоне или на часах на руке. Что мы делаем сразу? Мы включаем секундомер, дальше мы выдыхаем воздух весь, который есть, из своих легких, и задерживаем дыхание. Вот прям сразу, без какой-то продувки легких, чтобы, знаете, надышаться и подольше задерживать дыхание. То есть, зачем мы выдыхаем воздух из легких? Чтобы получить кислородное голодание как можно быстрее. Потому что, если продышаться, потом вдохнуть на максимум, потом еще оставить много воздуха в легких, то есть, мы ставим не рекорды по задержке дыхания, а именно кислородное голодание, если бы делаем намеренное. Значит, выдыхаем весь воздух и держимся сколько можем. Чем дольше вы продерживаетесь, тем круче. И вот самое-самое важное, то есть, чем больше порог дискомфорта вы можете вытерпеть, тем лучше будет эффект. Вот в этот момент как раз-таки ваше тело начинает напрягаться, вы начинаете выворачиваться, вы испытываете неприятнейшие ощущения. Но в этот момент как раз-таки включаются все мышцы, которые у вас есть, а их более 600 в теле человека, и там, где у вас есть какие-то спазмы, зажимы, это их отпускает, и вы сразу же чувствуете облегчение. Если у вас есть где-то зажатость, и вы чувствуете, что эта практика вам не помогла, значит, вы недостаточно долго терпели. Вот эти последние 5-7-10 секунд, они крайне важны. Чем дольше вы выдержите, тем лучше. Не переживайте, вы не отключитесь, не умрете, ничего с вами страшного не случится. Просто терпите как можно дольше. Вот вы вытерпели, дальше выдохнули, сделали пару глубоких вдохов-выдохов, и вы продолжаете. Дальше делаем следующее. То есть наша задача длительное время держать высокий уровень СО2 в сосудах в нашей крови и низкий уровень кислорода. То есть вы делаете обычные вдохи, по-обычному, ну, как в обычной жизни вы дышите, не на полную грудь, не меньше, а вот именно так. Так, вдохнули, выдохнули. И на нижнем пороге, то есть не надо выдавливать абсолютно весь воздух из своих лёгких, просто в нижней фазе задержали дыхание. И держим это секунд 5-7, у каждого это всё индивидуально, то есть до первого лёгкого дискомфорта. Вот что-то между лёгким и средним дискомфортом. Дальше вы вдыхаете и выдыхаете тоже в той же амплитуде и опять держите до лёгкого, либо до среднего дискомфорта. И в таком режиме 15 минут. То есть ваша задача сделать что? Вот это задержка дыхания. Ну и отслеживайте время. То есть сама дыхательная практика в базовом варианте длится 15 минут. Вот эти вот микровдохи, микровыдохи и микрозадержки, это длится 15 минут. Вернее от 15 минут. До этого вам нужно сделать контрольную задержку. Запоминайте, можете записать. Или запомнить, если или не записывать, вот время, насколько вы задержали дыхание в нижней фазе. Просто вот без предварительной подготовки. Дальше вы подышали в таком режиме, как я сказал, 15 минут. Вот сделали несколько глубоких вдохов-выдохов. И ещё раз сделали контрольную задержку на выдохе. И получается что? То есть у вас такое длительное время вы себя маринуете в СО2. Вначале вы сильно повышаете уровень СО2+, напрягаетесь. Потом получается длительная маринация. И в конце вы ещё раз сильно напрягаетесь и даёте себе такой толчок СО2. Дальше вы просто дышите, восстанавливаете дыхание и всё. Вот если у вас есть какой-то стресс, есть какие-то плохие мысли, от которых вы не можете избавиться, вот это снимает вот сразу, вот просто сразу. Если у вас серьёзная какая-то психологическая травма, вы не можете от неё избавиться, всё перепробовали, то это просто нужно делать постоянно. Можно делать два раза в день, можно делать три раза в день. Вот хотя бы утром это надо делать. Ну тем, кто увидит это в программах своих, я просто буду говорить, сколько времени, как часто делать и так далее. Дальше по мере освоения этой практики, по мере того, как вы будете укреплять своё здоровье, свой организм, вы заметите, что время задержки дыхания у вас меняется. Кстати, вот если вы перенесли коронавирус, как я два раза в этом году, два года назад я замерял, насколько я могу задержать дыхание вот в нижней фазе, просто без предварительной подготовки, то получалось полторы-две минуты. После коронавируса в два-три раза меньше, то есть 30-45 секунд я уже начинаю умирать. Дальше после недели таких вот практик время задержки удвоилось. То есть ваше время задержек будет меняться. Оно может доходить там и до двух минут, до трёх, и дольше, 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 дольше. То есть не нужно этого бояться, на всякий случай скажу, мало ли. То есть чем дольше вы задерживаете дыхание, тем лучше, тем крепче ваш организм, и вы будете воспринимать окружающую среду по-другому. Вы будете концентрироваться на главном, вы будете больше радоваться жизни. То есть на психологическом, на физическом плане это влияет очень-очень классно, потому что ваше психическое состояние сильно связано с физическим. И опять же, вот если допустим на минуточку, что у вас с физическим телом всё очень классно, то есть у вас всё хорошо, но вас беспокоят какие-то глупые мысли, которые уводят ваше внимание в сторону и не дают вам нормально работать, полноценно жить, заставляют вас пропускать тренировки, там вы ходите на тренировки на бешеных морально-волевых. Вот эта практика снимает подобный напряг. Если сразу не сняло, то нужно просто повторить ещё много раз. Но вы вот сделали и вот после практики вы резко почувствуете эффект. Что ещё может быть? Вот в силу того, что эта практика освобождает разные спазмы, зажимы и блоки, вы можете заметить у себя какие-то резкие выбросы энергии. То есть возможно даже плохой энергии, какие-то вспышки агрессии, какая-то неадекватная реакция на дебильные просьбы. Вот это лучше выбросить сразу в тренажёном зале, либо там побегать, либо... Но ни в коем случае не стоит держать в себе, потому что накопление негатива в себе, это влияет очень плохо. То есть если негатив есть, то нужно как-то органично его выбросить, холодный душ, можно там как-то, не знаю, прокричаться, просто побегать, похардкорить в зале. И вот нужно жить дальше с чистыми мыслями и спокойной душой. Обязательно делайте в начале контрольную задержку, в конце контрольную задержку и вот длительность не меньше 15 минут. Вот этого вот. Да, ещё вы можете, в принципе, если вам не нравятся короткие вдохи-выдохи, вы можете сделать вдохи побольше. Например, вы можете делать глубокие вдохи, но обязательно должны быть более длинные паузы. То есть я пробовал... Вчера я эту практику сделал 4 раза, чтобы вспомнить и прочувствовать на себе разные варианты. То есть я делал в том варианте, в котором я уже сказал, ещё я делал в варианте с более глубокими вдохами и с длительными задержками. То есть эффект плюс-минус примерно одинаков, но нужно больше себя контролировать, чтобы... То есть нужно доходить... Если вы делаете более глубокие вдохи, то нужно больше терпеть дискомфорт. В любом случае, то есть если вы просто сидите, спокойно дышите, это не та дыхательная практика, о которой я говорю, это получит постная фигня. То есть если нет абсолютно никакого дискомфорта, вот вы просто тупо тратите время. Ну, как бы, с другой стороны, просто спокойно посидеть 15 минут, это тоже неплохо, но это не дыхательная практика в том виде, который я вам даю. Поэтому дискомфорт обязательно должен быть либо минимальный, либо средний. Но, опять же, если вы будете в диком дискомфорте мучаться 15 минут, то вы долго делать это не будете. Поэтому поймайте свой вариант дискомфорта, который вы можете нормально переносить. Вот я по настроению могу выбрать либо минимальный дискомфорт, либо средний, чуть выше. Среднего тогда я делаю более глубокие вдохи-выдохи. И, например, вдох-выдох у меня может быть 2-3 секунды и задержка секунд 10. Может быть вдох-выдох 5 секунд и задержка 25-30 секунд. Вот, у каждого, опять же, повторюсь, это все индивидуально. Очень важно слушать свой организм и быть с собой честным, потому что вы можете по секундам, все там у вас будет, вы такой, о, по секундам я типа угадываю, но вы не чувствуете этого дискомфорта. Это неправильно, потому что у каждого человека, то есть вы можете хапануть воздуха быстрее, то есть не пытайтесь обмануть судьбу, не пытайтесь обмануть меня, потом вы спросите, где результат, а я вам скажу, вот, вот он результат. То есть нужно делать. И для этого нужно быть честным с самим собой. То есть вот все эти мелочи, о которых я сказал, они очень важны. И не бойтесь делать какие-то грубые ошибки. То есть главное, что вы должны делать, это поддерживать низкий уровень кислорода, высокий уровень СО2 в крови. То есть вы должны чувствовать все эти 15 минут, что вам не хватает воздуха. Вот это очень важно. Такое состояние у вас будет сразу немножко, возможно, туманное, но прилив энергии будет вот буквально, вот вы сделали, минут через 10-15 к вам придет первая волна энергии, это будет держаться довольно-таки долго. А также эта практика улучшает память. Ну, в общем, много-много ништяков полезных у нее есть. Я могу их долго перечислять и обосновывать, но это затянется на полтора часа. По времени вы можете это увеличивать. Можете делать 20 минут, можете делать 40 минут, можете делать даже час. Но тоже не гонитесь за какими-то рекордами. Лучше делать регулярно, ну, по 15 минут, хотя бы раз в день, чем раз в неделю, час. На этом я буду заканчивать. Если у вас есть дополнительные вопросы, задавайте их в комментариях. И пишите темы видео, которые вам интересны.